Здравствуйте, меня зовут Ульяна и тема нашего урока это лесостепи и степи, а также полупустыни, пустыни и субтропики. Начну свой рассказ с лесостепей. Лесостепи это переходная зона между тайгой и степями. Характеризуется теплым и сухим климатом. Северная граница лесостепей проходит по изотерме июля плюс 20 градусов. Осадков выпадает на достаточное количество около 600 мм в год на западе и около 400 мм в год на востоке территории. Коэффициент увлажнения на севере будет равен единице, на юге он будет равен 0,7-0,6. На данной территории характерны и особенности того, что влажные годы будут чередоваться с сухими годами. Например, в районе Воронежа количество осадков в год выпадает примерно 250-800 мм в год, тогда как каждый 4-5 год будет засушливым. Также на данной территории очень часто встречаются суховеи. Это горячие сухие ветры. Чаще всего они встречаются в более южных районах и в Западной Сибири. Для того, чтобы спасать, например, урожай от суховеев, на этой территории высаживают лесополосы. В основном на данной территории почвообразующие породы — это лёсы. Лёсы — это легко размываемые горные породы. Так как большинство осадков выпадает в виде ливней, либо снег тает очень быстро на данной территории, то происходит образование водной эрозии и появление оврагов и балок. То есть овражно-балочная система — это основной элемент рельефа. Хозяйственное освоение лесостепей и степей. Вообще зона лесостепей и степей является основной житницей нашей страны. Здесь произрастает большое количество и можно собирать большие урожаи многих культурных растений умеренных широт. Например, здесь произрастают большие урожаи зерновых культур, таких как пшеница, также сахарное свёкла и подсолнечник. Так как данная территория является очень возделованной, очень важно проводить агротехнические мероприятия, которые будут способствовать и увеличивать плодородие почв. Например, которые могут быть в борьбе с засухой и с почвенной эрозией. Чем отличаются степи от лесостепей? Так вот, степи распространяются южнее, чем лесостепи. Они идут до Алтая, а восточнее Алтая они встречаются небольшими участками или островками в межгорных котловинах. Степи представляют собой распространение злаковых видов растений, которые составляют примерно 80-90%. Для развития деревьев в степной зоне препятствует то, что недостаток воды, то есть низкие грунтовые воды в этой зоне, и во многом они засолены. В основном видовой состав степей представляют собой такие растения, как вобовая, камыш и разнотравья. Также очень красиво в степях цветут пионы и шалфей луговой. Вот так цветут пионы в степях. Ну и вот так выглядит, в принципе, типичная степь. И как раз вот это вот ковыль. Ковыль является основным ландшафтообразующим растением типичных степей. Он обладает мощной корневой системой и узкими волосяными листьями, что помогает уменьшать испарение с поверхности. Также ковыль приспособилась, чтобы пережидать очень большие периоды времени без влаги в почве. Южнее типичных степей распространяются степи, которые в основном представляют собой травостой сравнительно ниже и изреженнее. Есть целая зависимость. Чем меньше осадков, тем травы будут ниже и изреженнее. В зоне степей идет очень большое возделывание поверхности территории. Данная территория распахана уже на 70-80%. На данной территории происходит сплошное земледельческое освоение. Так как данная территория получает много тепла, это дает возможности для выращивания многих культур. Но для препятствия земледелия здесь может быть тоже причины, такие как недостаточное и неустойчивое увлажнение. Также на данной территории встречаются суховеи, особенно в Западной Сибири. Они могут продолжаться около 15-20 дней. Иногда суховеи превращаются в целые пыльные бури, что тоже сказывается на урожае. Еще в зоне степей развита водная эрозия. Например, на среднерусской возвышенности смыв почву уже в 60% происходит. Вот так выглядят пыльные бури. Внутренние воды степей в основном представляют собой степные блюдца. Степные блюдца это многочисленные неглубокие округлые западины, которые заросли невысокими осиновыми деревьями и кустарниками. В основном глубина будет этих степных блюд не более 2 метров, а их диаметр не превышает нескольких десятков метров. У них есть и положительные стороны, и отрицательные. Их наличие. Отрицательной стороной является то, что они будут мешать распаханности территории, то есть распашке территории. Положительное то, что когда тает снег, в них запасается вода, которая помогает увеличивать грунтовым, то есть помогает в питании грунтовых вод и других видов внутренних вод, например, как реки. Речная сеть будет негустой. Многие реки будут мелководны. Также летом у них будет выражаться летняя межень. Грунтовые воды будут залегать уже глубоко, поэтому они не будут участвовать в питании рек. Вообще размещение населенных пунктов всегда будет тяготеть к речным долинам и балкам. Так как залегание грунтовых вод глубокое, для того, чтобы обеспечить население водоснабжением, приходится рыть колодцы на несколько десятков метров, что не очень удобно. В зоне степей очень редко можно встретить древесную растительность, но порой она встречается в виде небольших участков леса, например, как называются они уремы. Встречаются тополя, ивы, ольха и вязь в долинах речных. Так выглядят степные блюдца. И вот так вот выглядят участки леса в зоне степей, лесостепей. А теперь животный мир. Животный мир в основном представлен в виде грызунов. Это суслики, полевки и тушканчики. Они норные жители. Они используют норы для чего? Для места выведения потомства, а также для убежища от хищников и для укрытия в летний зной, либо в зимнюю стужу. Много здесь видов и птиц, таких как жаворонки и степной орел. Они, конечно, также будут мигрировать, то есть летом они будут улетать в более теплые края, зимой будут улетать в более теплые края, а летом возвращаться. Гнезда в основном они строят на земле. Так как степная зона, это зона, которая очень сильно возделывается хозяйственной деятельностью, особенно людей, под угрозу попадают многие виды животных. Например, птицы и шмели степные, а также другие пылители, которые строят свои гнезда на земле. Потому что многие животные, например, перепела, коростели и зайчата попадают под косилки во время сенокоса, либо в комбайны во время сборки урожая. Что отрицательно влияет на видовой состав живущих здесь животных. Но лучше всего, конечно, к данным условиям приспособились грызуны, потому что для них увеличилась кормовая база, а также нашлись новые места для укрытия. Например, они могут прятаться в кипах сена, либо солома. А теперь будем разбираться, что такое полупустыня. Полупустыня представляет собой полынно-злаковую растительность, и где растительный покров будет изрежен. То есть в основном это представляет собой растительность и чередующуюся с пятнами голой почвы. На данной территории климат сухой, резкоконтинентальный. Осадков выпадает здесь немного, около 250-400 мм в год, что в 2,5 раза меньше испаряемости. Поэтому коэффициент увлажнения здесь будет небольшой, примерно 0,015. Средние температуры января здесь будут низкими, чем, например, в зоне степей или лесостепей, потому что здесь будет сказываться континентальность климата. Средняя температура января будет минус 5-8 градусов. А в некоторых районах температура может опускаться до минус 30 градусов. Эта температура зимы даже ниже, чем, например, на Кольском полуострове. Также на данной территории наблюдаются такие явления, как сухие дожди и сухие грозы. Что это такое? Это когда осадки выпадают в такой жаркий период, когда они испаряются еще не достигнув земной поверхности. То есть испаряются в воздухе. Также воздух иногда настолько прогревается и становится жарким, что пересыхают реки и озера. Также выгорает растительность, а суслики уже в начале лета впадают в спячку. Данная территория характеризуется бедностью пресных вод. Грунтовые воды залегают глубоко и чаще всего они засолены. Также засолены будут и немногочисленные озера данной зоны. Такие озера, как Эльтон и Баскучак. Соль в этих озерах используют как пищевую, а в водоснабжении населенных пунктов в данной зоне участвуют в основном артезианские напорные подземные воды. Животные приспосабливаются к условиям окружающей среды. Они норные животные. Также они имеют покровительственную окраску, то есть такую окраску, которая позволяла бы им сливаться с окружающей средой. Также они отличаются быстрым бегом, который помогает им спасаться от хищников. Также они очень маневренны. И у них очень интересный специфический образ жизни. Например, многие животные ведут летом ночной образ жизни, потому что днем слишком жарко. А зимой они будут вести дневной образ жизни, потому что днем будет теплее. В основном, конечно же, здесь развиты грузуны, такие как тушканчики, полевки, мыши. Иногда в зарослях камыша в речных долинах можно встретить кабанов. Часто здесь виды животных птиц — это жаворонки, степной орел, дрофа, журавли. Это засоленное озеро. Сухой климат сказывается на развитии земледелия. Здесь можно его развивать только при искусственном орошении. Также используются на данной территории пахотные земли только в западной части, потому что в западной части эти территории более увлажнены. Здесь выращивают кукурузу, пшеницу, ячмень, просо и горчицу. Также на данной территории характеризуется экстенсивное животноводство. Раньше здесь выпасали большие стада овец и лошадей. Сейчас сюда еще и добавляются верблюды, крупный рогатый скот. Чем плохо экстенсивное животноводство? Тем, что происходит перевыпас скота на данной территории. То есть данные территории не выдерживают такую нагрузку, особенно в таком количестве животных. То есть многая растительность становится либо съеденная, либо выгодоптана, и она не успевает возобновиться. А также многие почвы, так как здесь сухой климат, они сухие. И когда скот начинает двигаться, и копытами они перерывают почву. И так как на данной территории еще и формируются сильные ветра, они уносят частички плодородной почвы, что тоже отрицательно сказывается. Теперь разберем, что такое пустыни. Пустыни расположены на юге территории нашей страны, в частности на северном побережье Каспийского моря. Они располагаются от реки Терек до границы с Казахстаном. Осадков данной территории выпадает немного, где-то меньше 250 мм в год. Коэффициент увлажнения будет маленький, примерно 0,12. Здесь климат будет более сухой и более резкоконтинентальный. Также зимы будут малоснежными и достаточно холодными. Рельеф ровный и чаще всего сложен песчаными отложениями, так как эта территория не так давно освободилась от моря. На данной территории прослеживаются эоловые формы рельефа и эоловые процессы. Наиболее популярная на данной территории это Волго-Охтубинская пойма. Вообще можно, конечно, сказать, что зона пустынь представляет собой безжизненную территорию, но на самом деле в ней развито большое количество разнообразных видов животных и растений. Ярким примером, например, может быть Волго-Охтубинская пойма, которая привлекает большим разнообразием травы в долине реки, куда прилетают для гнездовья бакланы и цапли. Также в протоках и заводях промысловые рыбы водятся, такие как осетровые, сельди, судак, вобла и лещ. А теперь зона субтропиков. Зона субтропиков располагается на Черноморском побережье, а также на южном берегу Крыма. Осадков выпадает на данной территории немного, около 400-600 мм в год на севере и около 1200-1600 мм в год на юге территории. В данном случае получается, что на севере это сухие субтропики, а на юге это влажные субтропики. На севере территории будет лето сухое и влажное на юге. Средние температуры июля плюс 22 градуса на севере и плюс 24 градуса на юге. Средние температуры января в основном на севере это плюс 2 и плюс 4 на юге. То есть данная зона характеризуется тем, что температуры в ней в основном не опускаются ниже нуля. Также на данной территории отмечается такое явление, как Новороссийская Бора. Это когда холодные северо-восточные воздушные массы спускаются с гор и образуют сильные шквалистые ветры. Происходит понижение температуры примерно до минус 25 градусов и образуется гололед и шторм. В основном леса представлены это буковой растительностью, из граба, каштана, дуба. Также встречаются субтропические древесные растительности, такие как пальмы, кипарис, эвкалипт и бамбук. Большая часть данной территории сейчас уже преобразована в курортную зону. А вот так выглядит Новосибирская Бора. То есть действительно все побережье покрывается льдом. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok